Мы сажали грядки овощей, моркови, капусты всякой. Сажали помидоры, перцы, делали все эти парники. У Асиновской школы учатся дети с четырех вёсок Чавусского района. А мальва у всех дома есть господарка. Али и тут у школы дети працуют за довольнением. Я родителям очень много помогаю. На городе жени первый год. С самых малых лет, можно так сказать. Поливаем, с мамой садим что-то, потом полим. Думаю, потом в своём будущем, когда будет у меня уже своя семья, я думаю, тоже хочу огород себе, чтобы тоже выращивать свои экологически чистые продукты. Асиновская школа стала центром экологичного землеробства. Проект, який придумал коллективно-вучальные установы, подтримала программа развития ААН и Евросоюза. Отрималась она быть теплицы с поликарбонату, а так само сучасную систему полива, якая сдольна працовать аутономно. В двух теплицах посажены помидоры, в одной теплице сидят перцы. Они у нас на самом деле будут экологически чистыми, потому что здесь не используются никаких минеральных, химических удобрений. Полив осуществляется с помощью солнечной батареи, которая вырабатывает электроэнергию. На градках морква, горох, бураки, фасоли розных гатунков и наводка луны с дынями. Каб опрацовывать Глебу, купили невеликий трактор с палевом, допомогая мясцовая господарка. Интересно, понравилось, хочу еще кататься. Школьники наведали Белорусскую сельхаз-академию, где юным агрономам рассказали, як вырастить добрый ураджай. Дети разумеют в корысть уластной продукции. Здесь земля экологически чистая, и здесь вырастет полезная и вкусная клубника. Хочется попробовать то, что у нас получилось. Покуль школьники протягивают доглядать за городом. Коли уси разъедутся на вакации, гэта працаляжа на работников школы. А вы сперши ураджай будут сбирать и частоваться им уси разом. Алена Соловьева, Александр Тарасов, Новины региона.